55 лет назад, 15 сентября 1961 года, Конгресс Соединенных Штатов вынес очень своеобразное постановление. Считать прообразом символа Америки дядю Сэма, торговца мясом, Самуэля Уилсона. Началась история с этим дядей в 1812 году. В тот год засоленное мясо на Нью-Йоркскую военную базу поставлял мясник Сэмюэль Уилсон. Морозильных камер тогда не было, и мясо он привозил не охлажденным или замороженным, а засоленным в бочках, которые маркировал буквами US, имея в виду Соединенные Штаты, United States. Но все на базе знали, что это солонина от мясника Сэмюэля, которого солдаты назвали Uncle Sam, то есть дядя Сэм. Те же заглавные буквы U, S. И пошло-поехало, дядя Сэм да дядя Сэм. Шутка вылетела с базы и постепенно распространилась по всей Америке, а затем и по всему миру, что буквы US означают дядя Сэм. Шутку подхватили художники и со временем закрепился персонифицированный образ Америки. Типичный дядя Сэм, высокий, поджарый, энергичный пожилой человек с бородкой в цилиндре, с синим фраке и полосатых, как американский флаг панталона. Первый рисунок дяди Сэма появляется в 1852 году на страницах одной из нью-йоркских газет, по крайней мере, более ранние изображения пока не найдено. А бельсник, благодаря двум буковкам своих инициалов U, S. на бочках, вошел в историю страны и был удостоен посмертной почести. В городе Арлингтон, где он родился, это штат Массачусетс, в честь Сэмюэля Уилсона установлен памятный монумент. Кстати, родился реальный Сэмюэль Уилсон 13 сентября до 1766 года. Что-то похожее произошло и со знаменитым Оскаром. Изначально премия Американской киноакадемии называлась «Награда Академии за заслуги». Бостоверно известно, что официально новое имя Золотого рыцаря впервые прозвучало на церемонии награждения 1934 года из уст Уолта Диснея, и что прозвище «Оскар» приклеилось к нему за некоторое время до этого. А вот кому первому пришло в голову окрестить статуэтку «Оскаром», сегодня с уверенностью не может сказать никто. Претендентов на роль крестных родителей наберется не один десяток. Одна из самых популярных легенд связана с именем библиотекаря киноакадемии Маргарет Херрик. Рассказывают, что увидев статуэтку в 1931 году, она всплеснула руками и воскликнула «Да это же вылитый дядюшка Оскар!» При этой сцене присутствовал журналист Сидни Скользкий, который тут же написал в своей колонке, что сотрудники киноакадемии любовно называют своего Золотого рыцаря Оскаром. Еще одной претенденткой на роль крестной была актриса Бет Дэвис. Она уверяла, что первой начала называть Золотого рыцаря Оскаром в честь своего первого мужа Оскара Нельсона. Кстати, сама Дэвис была номинирована на премию Академии целых десять раз.